В Пекине в преддверии форума «Один пояс, один путь» в музее императорского дворца Гугун организована археологическая выставка. Под названием «Сотрудничество в рамках пояса и пути в области культурного наследия и археологии» экспозиция привлекла посетителей уникальными музейными предметами из Узбекистана, Китая, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Атмосферой поделится Джамши Цуатов. Путешествия в страну Поднебесной – это не только туристический вояж, но и погружение в историю тысячелетий, прикосновение к восточной экзотике и вековой мудрости. Что посмотреть в Китае? Как сделать поездку запоминающейся и интересной? Местные жители единогласно советуют посетить самую главную достопримечательность Китая, куда мы и отправились с нашей съемочной группой. «Мы находимся в крупнейшем мире – императорском комплексе, который был возведен в 1420 году. Существует даже легенда, что запретный город, как его называют, находится в самом центре земного шара. Ежедневно эту достопримечательность посещают сотни тысяч туристов со всего мира. Отладно то, что выставка Узбекистана совпала с национальным днём Китая. В эти дни здесь особенно многолюдно. Ну а желающих ознакомиться с культурным наследием Узбекистана, уж поверьте, так же немало. Музейный остров в Берлине, Венецианская биеннале, Музей Луар – это далеко не все вершины, которые удалось покорить Узбекистану только за последние годы. И сегодня культурное наследие нашей страны представлено в ещё одном историческом комплекте, о котором наслышан буквально каждый. Археологическая выставка в преддверии международного форума «Один пояс, один путь» призвана раскрыть исторический и культурный потенциал стран-участниц данной инициативы. О её значимости говорилось на церемонии открытия экспозиции. Отдельно отмечено достижение Узбекистана в сохранении его исторического наследия, а также усилия нашей страны в укреплении культурно-гуманитарного обмена, что является одним из приоритетных направлений инициативы «Один пояс, один путь». Наш президент явился инициатором для того, чтобы 2023 год стал годом культуры Центрально-Азиатский Стан в Китае. Поэтому для нас было важно, что это прежде всего инициатива исходила от нашего президента, от Узбекистана. И вот поэтому сегодня мы здесь открываем эту выставку. Было важно именно показать значимость Узбекистана в этих взаимоотношениях, и что Узбекистан всё-таки по сей день является сердцем шёлкового пути. И эта выставка, она продолжает цикл наших проектов, которые мы начали во Франции в прошлом году. Также состоялась выставка открытия в Германии, вот сейчас мы в Китае. И на следующий год состоится большой проект в Британском музее. На экспозиции в Пекине представлено порядка 20 экспонатов из Собрания Государственного музея истории и Института искусствознания Академии наук Узбекистана. К открытию также был издан научный каталог. Многолюдно на выставке с первого же дня. Наши экспонаты изучают очень внимательно. Посетители не просто наблюдают, а стараются обогатить свои знания о культурном наследии Узбекистана. И тут к нам случайно подошёл редактор популярного китайского издания Page and Review с просьбой рассказать об истории этих экспонатов. Как выяснилось, Ян Вэй уже не раз писал статьи об Узбекистане. Здесь в павильоне представлены археологические находки из разных стран. Но увидев экспонаты из Узбекистана, у Яна не осталось сомнений. Расставил он приоритеты сразу же. Раскрыть значение выставки через культуру нашей страны. Культура — одно из главных направлений в моей деятельности. И когда есть возможность посетить мероприятия с участием Узбекистана, я стараюсь её не упустить. Хотел бы поблагодарить посольство вашей страны в Китае за приглашение на выставку и Фонд развития культуры и искусства за организацию этой уникальной экспозиции. Увидев археологические находки из вашей страны, я тут же определился с главной темой моей будущей публикации. А найдут ли отражения ваши статьи о взаимоотношении Узбекистана и Китая, а также роль культуры в укреплении этих связей? Конечно. Я считаю, что за последние годы наши страны, помимо торгово-экономического сотрудничества, достигли очень значительных результатов в плане культурно-гуманитарного обмена. И руководители двух государств приложили много усилий для этого. Думаю, это то, с чего я и начну свою статью. Отметим, участие Узбекистана в этой выставке уже широко освещается во многих сореврежных изданиях, о чём мы ещё обязательно расскажем. В целом, первый день экспозиции сопровождался интересными беседами с представителями разных поколений. Но и эти моменты мы решили приберечь для следующего репортажа. Джамши Суатов, Шарзот Ульмасов для телеканала «Узбекистан-24» из Китая.